Как часто мужчине нужна женщина? Сегодня поговорим с вами об этом. Не просто так решил записать это видео. Очень часто девушки задают разные вопросы. На этой теме эта тема обрастает разными мифами. И, конечно, очень многое зависит от определенных индивидуальных нюансов. Досмотрите это видео до конца. Оно будет полезным вам, интересным. Мы поулыбаемся с вами и возьмем такую хорошую привычку анализировать все то. И всю ту информацию, которая поступает в наше сознание. Вот есть такая категория женщин, которые считают, что все мужики-кобели, им нужен только секс. Им постоянно хотят трахаться. Вот он идет по улице и думает про секс. Вот он спит и про секс думает. И ест и про секс думает. И в машине. Вот он везде думает про секс. На самом деле это такая история сомнительная, конечно. Если вы считаете, что все мужики хотят только секса, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Так вот. Да, действительно, есть категория мужчин, которым сексуальная близость женщины нужна очень часто. Я вот люблю эту историю про мартышку-верветку. Знаете, вот есть мужчины не с повышенной сексуальной конституции, а с повышенным стрессом. Они как мартышка-верветка. Вот эта мартышка, она от природы своей обладает повышенным стрессовым гормональным фоном. И чтобы ей успокоиться и привести в порядок себя, и не тревожиться, и не прыгать с ветки на ветку, там не орать, ей нужно, значит, переспать с мартышкой какой-то. И в день вот эта верветка может потрахаться с шестью-десятью своими соплеменниками, можете приматами этими. Они бегают с ветки на ветку один, второй, третий, и она так успокаивается. Но они там еще как-то приспособились, и она умудряется еще и подзарабатывать на этом, потому что просто так не дает, только за бананы, либо за какие-то фрукты, которые приносят ей, что она еще пожрать успевает сладенького, выйти из состояния апатии и, значит, посношаться. Есть действительно такие мужчины, которые находят в сексуальной близости не только утехи, а не только радость, не только удовольствие, но и уход от стресса. И, безусловно, просто наотмашь сказать, что вот у вас мужчина хочет секса несколько раз в день, потому что у него проблемы какие-то, мы не можем. Это все требует досконального изучения, индивидуального изучения. Тем более, если там в паре происходит какое-то недопонимание, ему надо два раза в неделю, в день, а вам нужно два раза в месяц. Тут, конечно, может быть конфликт. Есть другая категория мужчин, которым вообще, например, не нужен секс. А вот женщина живет с мужчиной и жалуется, что вот он раз в три месяца, раз в полгода. А так чем он занимается? Да ничем. С работы придет, телевизор смотрит, в компьютер поиграет, пивка выпьет. С одной стороны, мы даже с ребятами здесь разговаривали, сидели. Слушайте, ну правда, иногда мужчине не хочется близости. Я бы даже сказал, не иногда, а часто не хочется. Хочется посидеть, там селедочку с лучком, с картошечкой, да с соленым огурчиком. Вот сказка, понимаете, сказка фантастическая просто. А женщина думает, что мужчине вот надо, 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 дай, дай, дай. Да ну это не факт, это не факт. Или там кто-то пытается и женщин вычислить. Я уже рассказывал как-то, да, там протазик с яичками. Вы, по-моему, даже с дзыцарей обсуждали это. Это когда всплывает яички? Ну да, когда женщина, значит, вычисляет мужика, он приходит домой. И одна просто мне писала, мне подруга порекомендовала хороший способ. Работает или нет, она спрашивает. Когда муж приходит домой, не предложи ему принять ванну. Там набери туда, значит, побольше воды, там пенку сделай, все. Можешь даже лепесточки роз, типа романтик такой ему устроить. Если подозреваешь его в измене. И когда он ляжет в ванну, так невзначай, поглаживая его где-нибудь возле паховой зоны, а сама смотри, если у него яички всплывают кверху, значит, пустые. И он где-то обкончался. А если тянут ко дну, и они там внизу, значит, полные. Значит, он нигде не кончал. Я когда это услышал, я смеялся, честно. Я поэтому у Александра тоже спрашиваю, как к этому относиться. Он тоже посмеялся. Говорит, вы что, детский сад какой-то устроили. Поэтому, дорогие девушки, если у вас возникают какие-то сомнения, связанные с мужской сексуальностью, не пытайтесь собирать информацию шаблонно из интернета. Сейчас там шлака очень много. Лучше обратитесь за советом к хорошему специалисту, к сексологу хорошему, который может вам прояснить ответ на ваш вопрос. Еще один очень интересный момент. Многие женщины считают, что если мужчина подошел с намеком на сексуальную близость, то отказывать ему ни в коем случае нельзя. То есть, если я ему откажу, он там свернет налево, либо найдет себе кого-то, либо обидится, разведется со мной, не захочет со мной детей рожать больше. На самом деле, это такое заблуждение и миф. Потому что, если женщина соглашается на близость с мужчиной против своего естественного желания, она, конечно же, формирует определенную неприязнь к своему партнеру и к самой сексуальной близости. Рано или поздно это может дойти до такого невротического состояния, и вы будете избегать близости с мужчиной уже такими деструктивными способами. Ругаться с ним, обнаруживать в нем недостатки, только чтобы не сблизиться. И о чем это говорит? Это говорит о том, что пара должна ритуально, через сексуальные ритуалы узнать друг друга. Вот, например, мужчина один говорит мне, Марк, вы знаете, у меня была просто как-то лекция для мужчин, на тему мужской и женской сексуальности. Вы знаете, я послушал вашу лекцию, посмотрел, и у меня жизнь поменялась с женой в сексуальном отношении. Я говорю, почему? Я вот раньше подхожу к ней на кухне, она там стоит, что-то делает или по комнате ходит. Подхожу и начинаю ее трогать, приставать к ней. И начинаю хватать ее сразу за грудь, за попу, за клитор брать ее руками. А вы там рассказывали на лекции, что для нее это как прикосновение таксистов, такси, блин. Что-то так неожиданно. И женщина действительно так это все воспринимает. А когда мужчина издалека подходит, да вот я вам, и он говорит, а как вы это делаете? Он говорит, я лежу на диване, она проходит мимо, и я ей говорю, крошка, у тебя такой зад сексуальный, просто бомба. Можешь еще раз пройти? Она, ой, ну чего ты начинаешь? А для нее это игра. Она еще понять не может. Он дурачится, заигрывает, но там начинается волнение, это же как буря какая-то. Она ушла. Он говорит, я встаю и иду на кухню. Не, ну правда, блин, я так давно не обращал. Какая у тебя попочка? Он так раз погладил ее, пошел. А потом говорит, слушай, а что ты там делаешь? Она там уборка, а давай я тебе помогу. Они вместе вроде бы. И он здесь прикоснулся, здесь прикоснулся, там потрогал, там пощипал, там погладил. Слушай, она, говорит, совсем по-другому реагирует на это. А раньше я подходил к ней напористо. Давай хочу. А она, я не могу сейчас. И у нас скандал из-за этого. И таких ритуалов, когда партнеры изучают друг друга, очень много. Допустим, мужчина должен изучить свою женщину, чтобы он понимал, какой заход необходим для близости с ней. Где-то даже бывает интуитивно. Одна, знаете, как мне женщина писала, вот, Марк, у меня такая проблема, у меня очень внимательный муж. Он такой внимательный, что мне же блевать уже хочется. Он заботливый до тошноты, вы себе представите ему. Причем это именно забота. То есть там не было никакого абьюза. Он говорит, за все время, что мы с ним живем, уже, не знаю, там, больше 10 лет, он ни разу на меня голос даже не повысил. Я люблю этого человека, он у меня уже... Вот я вам сейчас объясню, что происходит. Она рассказывает историю. Вот представляете, вот он, видимо, или вас смотрит, или подобные вот эти все программы вашим. Вот мне хочется иногда, чтобы он пришел домой с работы, взял меня за волосы, прямо на колени поставил в коридоре, загнул раком и оттрахал. А он зайдет и такой, прижмет меня к себе и говорит, как ты, моя хорошая. А меня уже прямо аж бесить начинает. Мне хочется какой-то жести. Сколько можно этих соплей. Просыпаешься утром, этот булка с маслом тебе на столе. Засыпаешь, он тебя по спинке перышком гладит. Ну, так, условно сказать, перышком. Мне хочется какого-то драйва. И так вы ему сказали об этом, хоть раз говорили. Нет. Я боюсь его этим обидеть. Я боюсь, что я ему скажу, что мне, вот как бы, твоя забота, она уже вот здесь. Он на меня обидится. Я говорю, зачем? Говори, что у вас забота здесь. Вы же не на заботу так реагируете. Вы же сами сказали, что вы хотите, чтобы он вас взял неожиданно силой, без этой прелюдии, схватил на плитке на этой. Вы же этого хотите? Ну да. А при чем тут забота? Что за заботу спихиваете? Пускай он заботится дальше. Идите и скажите ему. Приходят на следующий день. Вы не поверите. У меня муж дикий какой-то. Он прямо себя ведет, как обезьяна в лесу. Я ему один раз сказал, а так он теперь, чуть ли не каждый день меня так хватает. Мне хочется, чтобы он понежнее был. Филипп, вас не поймешь. Ну правда. То тебе хочется нежно, не нежно, а дерзко. Он тебе дает эту дерзость. Тебе хочется нежно. О чем это говорит? Что в паре есть два живых человека. Два живых органа. Они изучают друг друга. И изучают они через психотерапию. И семейной паре очень важна эта психотерапия. Сексуальная психотерапия. Если вы хотите внести в отношения какую-то изюминку и радость новую. Потому что многие пары считают, что если мы начнем изучать какие-то позы, в которых можно запутаться, вы никогда не интересовались у сотрудников скорой помощи, к чему приводят сексуальные игры. Я интересовался этой темой. Я вас уверяю. А там, начиная от того, что женщина делала мужчине минет в джинсах и хотела расстегнуть там змейку и как-то наоборот прижала и защемила ему. И приезжали спасатели, и эрогированный член вызволяли из этой змейки. Заканчивая застрявшими руками в определенных местах тела. И не только. А все о чем говорит? Что люди очень часто пытаются разнообразить свою жизнь сексуальную, придать ей какой-то такой перчинки за счет каких-то технических моментов. А давай попробуем на подоконнике с обратной стороны. Да молодцы какие. А давай попробуем еще где-то. А давай в такой позе. А давай в такой позе. И они как бы позы меняют, а результат. А результата никакого. А сексуальные отношения ярче не становятся. А вот когда вы начинаете приходить к разнообразию за счет работы над своими блоками, это вот у меня на программе удобно или уникально. Там же уже миллион женщин программу эту прошло. Миллион, вдумайтесь. Вопросы практически одни и те же у вас. Плюс-минус разница. Девушка пишет одна. Вот, Марк, я выросла в такой семье, где сексуальные темы вообще не обсуждались никогда. И секс это вообще табуированная тема была. А я сейчас вот вышла замуж, и мне муж говорит, что ты как монашка. И говорит, давай поменяем позу. А мне кажется, что я сразу грязная какая-то. Я говорю, это как это? Он меня просит, чтобы я встала на коленке и на локтике. А для меня ощущение, как будто меня кто-то помоями обливает. И представьте себя на место этого мужчину. Он полюбил женщину. По определенным устоям духовным у них не было близости до свадьбы. Тут они оказываются в постели. При этом никогда до этого они не спали. и выясняется, что она вот такая консервативно закомплексованная, и у нее есть только одна позиция, когда она на спине. Понимаете? И вот представьте его состояние. А он в шоке. Он в шоке. Он говорит, у меня был опыт сексуальных отношений с другими женщинами. И когда мне моя женщина говорит, будет только вот так на спине, устраивает мне истерики, типа, давай пойдем чуть ли не там мне к духовному наставнику разбираться с этим. У меня дикость хватает. Я не знаю, что с ней делать. Вы думаете, такие семьи могут существовать долго? Нет, не могут. Нет, не могут. А все почему? Потому что нет никакого развития в сексуальной сфере. Поэтому, приходя к вопросу, возвращаясь к вопросу, как часто мужчине нужна женщина, все очень индивидуально. Есть пары, в которых сексуальная связь происходит раз в две недели или раз в неделю, например. Но это так ярко и так насыщенно, что у людей происходит наполнение ресурсами на достижение каких-то целей. Есть пары, у которых это происходит, например, два раза в неделю. Им комфортно. Есть пары, для которых комфортно три раза в день. И они там что-то для себя космическое обнаруживают, раскрывают какие-то новые галактики. Все индивидуально. Но страшно, когда два человека говорят на разных сексуальных языках. Один на своем, а другой на своем. Чтобы не было вот этого непонимания, изучайте сексуальный язык друг друга. Всем пока и до встречи.